Крыжовник грушенька. Особенности и характеристики. Крыжовник под названием грушенька привлекает к себе внимание необычной формой ягод. Расширенные снизу они по виду напоминают грушу. Ниже представлена информация о выращивании крыжовника грушенька на садовом участке. Описание и характеристика. Крыжовник грушенька отличается хорошим иммунитетом, способностью переносить высокие низкие температуры. История происхождения гибрид выведена российскими специалистами в 80-е ГГ. Прошлого столетия перед селекционерами была поставлена задача создать устойчивый к морозам сорт, с чем они успешно справились. Крыжовник грушенька. Кусты крыжовника среднерослые, слабые раскидистости. Листовые пластины зеленые, блестящие. Форма листа крыжовника овальная, слегка расширенная снизу. Желкование пальчато-сетчатое. К сведению. Плоды отрашиваются сначала в красный цвет. В период полного созревания их окраска меняется на фиолетовую. Вес ягод достигает 5-6 грамм. Особенности сорта. Грушенька-крыжовник, который пользуется большой популярностью за внешний вид и высокие вкусовые качества плодов. Период созревания и урожайность первой ягоды можно срывать в конце июля. Массово урожай снимают в августе. Кусты отличаются скороплодностью. Ягоды появляются уже на следующий после посадки год. С одного растения собирают около 5 килограмм плодов. Вкусовые качества ягоды. Грушеньки и сладкие, с небольшой кислинкой. Сочной мякоть и большое количество полезных веществ. Специалисты оценивают вкусовые качества плодов 4,6 балла по 5-бальной системе. Ягоды крыжовника «Грушенька» за сухоустойчивость и морозоустойчивость «Крыжовник» сорт «Грушенька» способен переносить сухую, жаркую погоду. Морозостойкость также на высшем уровне. Растения могут выдержать температуру до минус 30 градусов с безукрытия. Устойчивость к заболеваниям и вредителям у гибрида хороший иммунитет. Поразиться грибковыми заболеваниями он может при грубых ошибках в уходе. При слишком сухой погоде возникает вероятность появления паутинного клеща. Использование ягод плоды употребляют в свежем виде. Из них также изготавливают варенье, компот, джем. Ягоды можно замораживать для использования в зимний период. Обратите внимание, благодаря содержанию в плодах большого количества полезных веществ их применяют в народной медицине, косметологии. Достоинства и недостатки К положительным качествам крыжовника «Грушенька» относятся следующие характеристики – стабильная урожайность, высокие вкусовые качества плодов, морозостойкость и засухоустойчивость, отсутствие шипов, хороший иммунитет. К отрицательным свойствам относят неспособность крыжовника развиваться на влажных почвах. Посадка молодых саженцев на участке Приобретают рассаду крыжовника в растении в отческом питомнике или садовом центре. Отбор и подготовка саженцев для посадки выбирают кусты с двумя-тремя побегами и хорошо развитой мочковатой корневой системой. Кора должна быть эластичной, без вмятин признаков заболеваний. На несколько часов кусты помещают в емкость с водой. Корневая система саженцев должна быть хорошо развита к сведению. Сажают культуру весной или осенью. Кусты располагают на дистанции 1-1,5 метра друг от друга. При осенней посадке крыжовник тщательно укрывают. Выбор места культуры будет развиваться как в хорошо освещенном месте, так и в лутении. Территория должна быть защищена от холодных ветров. Крыжовник предпочитает расти в суглинистой почве. Подготовка участка места посадки очищают от растительных остатков, перекапывают. Если почва малоплодородная, в нее вносят переплевший навоз или компост. Также в грунт можно добавить доломитовую муку или калийную соль. Процесс посадки сажают крыжовник на участок. Следующим образом выкапывают лунки размером 50 умножить на 50 умножить на 50 сантиметров. Засыпают плодородным субстратом. В яму устанавливают саженец, расправляют корни. Засыпают землей, обильно поливают. Обратите внимание, спустя 15-20 минут прикорневой круг мульчируют перегноем, соломой и опилками. Особенности сезонного ухода Для повышения урожайности и качества ягод необходимо правильно проводить агротехнические мероприятия. Полив и подкормка поливают крыжовник после подсыхания верхнего слоя грунта. В течение сезона орошают землю под кустами не менее четвертых раз. Ранневесную культуру подкармливают азотом в период ботанизации калием и фосфором. Мульчирование и рыхление через несколько дней после полива землю под кустами рыхлят. Это необходимо производить для доступа воздуха к корневой системе. Приствольный круг мульчируют перегноем, опилками, соломой. Важно! Мульча способствует сохранению в почве влаги. Почва под кустами рыхлят эмульчирует использование опор на крыжовнике и нарастает большое количество ягод под тяжестью которых побеги могут клониться к земле. Поэтому в этот период они нуждаются в опоре. Около растений вбивают колышки, подвязывают к ним ветви. Профилактическая обработка крыжовник при неправильном уходе или неблагоприятных погодных условиях может пострадать от патогенных микроорганизмов. И подвергнутся атаке и вредителей. Поэтому весной кусты для профилактики опрыскивают инсектицидами и фунгицидами. Обрезка ранней весной удаляют подмерзшие, больные и поломанные побеги. Ветви старше третьих лет полностью срезают. Хорошо развитый куст должен иметь 5 центральных побегов и 12-15 разновозрастных ветвей. Подготовка к зиме. В середине осени кусты обильно поливают. Наличие влаги почве поможет крыжовнику благополучно перенести зиму. Обратите внимание, в укрытии взрослые растения не нуждаются. Оно необходимо только молодым кустам. Размножение. На участке культуры размножают черенками или отводками. Семенное размножение не применяют из-за трудаемой кости. Помимо этого при данном способе могут не передаться заявленные в описании крыжовника «Грушенко» характеристики. Черенками процедуру производят так. Срезают черенок длиной 15 см. Нижнюю часть опудривают корневином. Сажают в грун под углом 45 градусов. Поливают. Вскоре из черенков образуются молодые кусты. Отводками для размножения этим способом выкапывают около куста небольшую бороздку. В нее укладывают побег, пришпиливают его. В течение сезона место соприкосновения поливают. Когда разовьются новые кусты, их отделяют от родительского растения, пересаживают. Размножение крыжовника отводками «Грушенко» сорт крыжовника с плодами, расширенными к низу. Кусты неприхотливы в уходе. Ягоды окрашены фиолетовый цвет. При правильно выполненной агротехнике можно ожидать обильное плодоношение с конца июля до середины августа.